Дистанционное обучение оказалось не в новинку для учащихся сельских школ Павлодарской области. Здесь педагоги уже не первый год используют возможности интернета для проведения всевозможных конференций, конкурсов и олимпиад, поэтому ребятам оказалось совсем несложно начать четвертую четверть с помощью высоких технологий. К примеру, все школы отдаленного Майского района на 100% оснащены компьютерами и подключены к всемирной паутине. Тему продолжит Салават Тимир Булатулы. Ученикам старших классов школы села Малайсары, что в 100 километрах от областного центра, биологию преподает молодой специалист Жанья Царсикеева. Сегодня она провела сразу четыре занятия. И педагогу, и школьникам дистанционная форма пришлась по душе. Лучше всех у нас сегодня справились с заданиями шингыс, назерке и оружан. Они показали пример, что ничего страшного в дистанционном обучении нет. Напротив, это быстро и интересно. А остальным ребятам надо немного подтянуться. Впрочем, говорит Жанья, были небольшие трудности. Некоторые ребята не могли сразу подключиться к интернету, поэтому задания им пришлось отправлять по сотовому телефону. Так как начали проходить новую тему, я сначала кратко объяснила им суть. Дальше ребята уже сами подхватили и прислали ответы по ватсапу. Так мы установили связь со всеми учениками. Дистанционное обучение возлагает большую ответственность и на самих родителей. До начала четвертой четверти учителя школы Малой Сары связались с каждым из них и даже провели специальные курсы. Причем тоже в онлайн-режиме. Так они объяснили им, что к урокам можно подключаться даже с помощью ватсапа. Все мы четко понимаем, что это важное и нужное дело. Если папа и мама создадут все условия дома, то это никак не повлияет на обучение ребенка. В Малой Сары 125 школьников, а в педколлективе 24 учителя. После первых занятий каждый из них поделился своим мнением и предоставил небольшой отчет директору. Все прошло гладко. Каких-то серьезных замечаний к учебному процессу по-новому педагогам у меня нет. И дети тоже отлично справились, потому что все это им знакомо. До этого они в онлайн-режиме участвовали во всевозможных конкурсах и олимпиадах. И уже тогда показывали хороший результат, завоевывая призовые места. Всего в Майском районе 13 школ, в которых обучается почти 2000 учеников. Все школы оснащены необходимой компьютерной техникой и интернетом. Единственное, у них были вопросы, как с техникой. Не во всех домах есть компьютерная техника. Этот вопрос мы решили совместно с нашими местными исполнительными органами, с администрацией школы. Технику в школах мы раздавали непосредственно нуждающимся семьям. Школьные компьютеры во временное пользование получили 350 семей. Необходимой техникой оснастили и тех учителей, у которых тоже были проблемы. Салават Семирбулатова, Самат Аспанов и Алексей Мельницкий. Хабар, 24, Павлодарская область.